Хей, доброго времени уток ребятки, с вами как всегда Арталаски и сегодня я хочу рассказать про относительно новый, но очень эффективный и классный метод рекламы, который можно вставить прямо в вашу игру независимо от платформы. Это могут быть как мобильные устройства, так и ПК и даже шлемы виртуальной реальности. Что больше всего раздражает игроков в рекламе, то что она отвлекает от игрового процесса, а зачастую даже и прерывает его. Вспомните те же межстраничные баннеры в мобильных игрушках, но реально бесит. Представьте, что ваша реклама будет размещена в специально отведенных для этого местах, например, в этом вот билборде или может быть вот эта вывеска, может быть что-то из этого. В любое из этих мест можно разместить рекламу, в принципе она здесь уже есть, но это внутриигровая реклама, которую сделал разработчик. А что если здесь будет стоять реальная реклама, реального бренда и вы за это будете получать хороший гонорар. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Сделать это можно с помощью специальной платформы адмикс и для начала нам нужно здесь просто зарегистрироваться. Здесь вам уже показаны примеры интеграции рекламы в ваших играх и как видите все это выглядит достаточно натурально и не раздражающе. при этом даже за это вы будете получать не просто хороший гонорар, а гонорары которые гораздо выше чем обычное размещение рекламы. После того как вы зарегистрируетесь, дальнейшие указания придут на почту, которую вы указали при регистрации. Переходим в почту, открываем письмо, нажимаем соответствующую кнопочку и у нас все практически готово, чтобы начать. логинемся. И мы попадаем в нужный нам дашборд, где нам пишут что у нас нет никакого приложения, которое можно было бы интегрировать, ну что в принципе логично. Скачиваем специальный плагин и как видите он доступен как для юнити, так и для анрила. Но в данный момент меня интересует именно юнити. У нас скачивается сразу юнити паккейдж, просто перетаскиваем его в наш проект, он достаточно легенький. После того как мы его импортировали, у нас появится менюшка адмикса и мы его здесь открываем, здесь нам тоже придется залогиниться. И теперь у нас все готово, чтобы начать, нажимаем старт крейтинг инвентори и здесь нам уже предлагают выбрать какой именно баннер мы будем размещать. Во первых мы можем разместить как видео баннер, так и простую картинку и вам нужно просто ее вставить. Для начала возьмем какой нибудь вот такой 6 на 5 обычный баннер. Нажимаем Add Banner, можно переместить вкладочку сюда. Например разместим его вот на этом окне, вы абсолютно свободны в расположении, так как это по сути обычный плейн, вы можете его растягивать, но я это делать бы не рекомендовал на самом деле, по той простой причине, что если вы будете сильно увеличивать, то и изображение на этом баннере тоже будет растягиваться и вряд ли оно не потеряет качество из-за этого. Как видите отображается реклама с двух сторон, но с обратной стороны она грубо говоря озеркалена. Также очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, вы абсолютно свободны в замене материала. А сейчас здесь стоит Unlit Texture, но вы можете спокойно поставить тот же стандартный материал, который будет соответственно отображаться, будет принимать на себя свет и тени, если например у вас не светящаяся какая-то вывеска, пожалуйста. Также что меня еще очень порадовало, вы можете изгибать меш вашего баннера. Например вы можете сделать его более круглым, но чтобы не было вот такой вот дичи, нам нужно добавить сюда полигонов и вы так же можете это сделать. При этом все это регулируется из скрипта, а не из шейдера. И чтобы нам кстати изогнуть вот эту штуку в обратную сторону нужно просто нажать convex shape и все. Давайте его изогнем еще в другую сторону, это тоже должно быть интересно. То есть по сути вы можете подогнать ваш баннер практически под любую поверхность, чтобы это выглядело наиболее натурально. После того как мы расставили наши баннеры, в нашем случае пока что хватит одного, переходим обратно на вкладку admix, если что его можно найти вот здесь вот и нажимаем save 10, нажимаем save placements, переходим обратно на сайт admix.in и у нас здесь появляется наш проект с нашим названием который мы указывали вот здесь, нажимаем здесь на шестеренку и вот отображается наш первый баннер, его имя также мы можем подредактировать собственно в самом инспекторе, то есть вот у нас здесь так называется и здесь теперь нам нужно выбрать категории которые будут отображаться, а зачем это нужно например у нас здесь по игре какой-нибудь магазин обуви и здесь в категории мы будем тоже выбирать соответствующие разделы, но не знаю во многих ли игры будут магазины с обувью, но например какая-нибудь забегаловка или столовка по-любому будет поэтому мы вполне можем добавить сюда food and drink и выбрать здесь уже японскую кухню, мексиканскую, вегетарианскую, кофе и чай, в общем все что вашей душе угодно, а я конкретно здесь ничего выбирать не буду пусть будет что угодно только пройду и теперь в нашей игре будут отображаться уже рекламные баннеры именно на эту тематику изначально наша реклама отображаться не будет при запуске игры она будет просто прятаться потому что у нас стоит off-mod я сейчас от переставил на sandbox нам нужно еще перейти в менюшку и выбрать здесь force sandbox нам снова нужно вернуться в менюшку от микса и здесь нажать save placements и finish setup ну чтож на этом настройка баннер у нас полностью завершена и сейчас мы его уже увидим нашей игре там интегрированы на том самом месте где мы поставили и я хочу чтобы вы написали в комментариях как вам вообще вот это вот все и вот я уже вижу как он там прокрадывается этот баннер по моему там какие-то наушники давайте немножечко остановимся посмотрим что здесь и кажется здесь реклама наушников внутри рекламы внутри рекламы блеск здесь мы уже видим ссылочки то есть ссылка на самую рекламу на сам этот баннер и ссылку для его отслеживания по моему все очень здорово все работает а тем не менее есть еще одна причина по которой реклама здесь может не отображаться это включенный брендмауэр и конкретно моем случае он действительно блокировал загрузку вот этих рекламных баннеров сам юнити поэтому если у вас они тоже не отображаются просто на время его отключите так для меня только сейчас дошло почему там были наушники хотя мы указывали категорию еды все дело в том что в режиме сэндбокса показывается любая абсолютно фейковая реклама чтобы вы просто понимали что эти конкретно баннеры у вас работают и когда вы перейдете в режим лайф то есть уже в режим заработка с вашей рекламы там уже будет показываться именно та реклама которую вы указали по категории но если вы хотите более подробно уроки по интеграции вот такой вот рекламы ваш проект обязательно пишите об этом в комментариях и в ближайшее время я постараюсь снять этот урок ну а на этом у меня все с вами как всегда был арталаски пока